Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего новостного канала. Мы рады, что вы с нами. Итак, начнем. Глава Минобороны Шойгу заявил об угрозах, исходящих из Афганистана для стран ОДКБ. Границу Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном контролируют талибы, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, по его словам, страны, члены ОДКБ должны находиться в боевой готовности к возможному нападению талибана. «Для нас важно то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном также взята под контроль талибаном», — сообщил министр, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов». Он пояснил, что на данный момент все угрозы, исходящие от Афганистана, сохраняются. Наркотрафик, проникновение террористов в РФ через Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и угроз не становятся меньше, — сказал Шойгу. Глава Минобороны добавил, что лидеры талибана обещают не переходить границу и не атаковать сопредельные государства. Между тем Россия продолжит проводить учения с Узбекистаном и Таджикистаном у афганской границы. Рассказывая о прошедших совместных учениях трех стран, завершившихся накануне, военачальник отметил, что были выявлены слабые места. Он также отметил, что Москва и Душанбе реализуют совместную программу по перевооружению армии Таджикистана, но сейчас возникла необходимость заняться укреплением и боевого потенциала погранвойск Республики. Напомним, на полигоне Харп-Майдон в 20 километрах от таджикско-афганской границы накануне завершились военные учения ВС России, Таджикистана и Узбекистана. В масштабных учениях принимали участие более 2,5 тысячи военнослужащих. Также было задействовано около 500 единиц техники. Маневры проходили в связи с обострением вооруженного конфликта в Афганистане между правительственными войсками и боевиками радикального движения Талибан. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, жду ваших комментариев. Спасибо, что вы с нами.